Это родилась идея показать, как это работает на самом деле. Итак, смотрите, мы делаем самые дешевые санузлы и ванные комнаты в этом городе. Зачем мы это делаем? Ну, чтобы ты понимал. Сейчас, например, не сезон, и сейчас особо такой денежной работы нету, ну, если откровенно и честно. И есть возможность, грубо говоря, заняться такой благотворительностью, условно говоря, в кавычках, потому что в любом случае ты на этом зарабатываешь денег. Но что такое самый дешевый санузел? Я тебе сейчас покажу. То есть, вот мне позвонила семья пенсионеров, ну, старые люди, такие уже пожилые. И я им должен показать этот вариант. Но самый дешевый, это не значит самый убогий. Все все равно смотрят мои ролики и хотят именно... То есть, они смотрят ролик, там где-нибудь санузел за 20 тысяч евро. А потом следующий ролик, где я делаю какому-то дедушке или бабушке, там за 800 евро санузел. И все говорят, да-да-да, вот мы хотим. Но они же как дети, понимаешь? Они видят санузел за 20 тысяч, и их мозг все равно думает, что вот это можно сделать за 800 евро. А это проблема. Сейчас я покажу пошагово, как это происходит. Значит, очередной мой выезд. Это малосемейка. Я посмотрел, здесь в основном живут пенсионеры. Поэтому, чтобы наглядно все это было, я привожу с собой образцы. То есть, надо показывать образец. И говорить, что вот это вот именно в таком варианте. И моя задача не рассказать, что будет все хорошо, напугать их. Напугать их так, чтобы они отказались лучше от этой идеи. Но если они не пугливые, то придется делать. Сейчас, представляешь, даже ключи мне от квартиры доверили. То есть, я с ними уже побеседовал, спустился за образцами и сейчас поднимаюсь обратно. Приходится вот так вот по старинке брать образцы, как раньше, и приезжать с образцами. Почему? Потому что люди, очень многие даже за 80, за 90 лет. Ну, старые формации люди. Поэтому рассказывайте им, типа, пришлите фото на WhatsApp. Это уже катастроф. То есть, ты говоришь, пришлите фото, видео на WhatsApp. Я вам пришел какое-то предложение. А я, а что такое WhatsApp, вообще не понимаю. Так что берем образцы. Наша идея какая, мы их можем приложить. Если мы ничего не меняем, оставляем такой же цвет, как и есть, вы можете посмотреть. И вот что больше всего нравится. Раз вариант. Смотрите, вот это вариант. Это он в итоге уже будет такой. Почему он? Самое популярное, что у нас есть. Вот он. Этот образец можно царапать. У вас есть какой-нибудь молоток, кстати? Вот давайте попробуем поцарапать, побить, поломать. Что вы в итоге получаете? Получаете его вот таким. Так, единственное, смотрите, у нас здесь что? Вот это мокрая зона. И, возможно, вот здесь мы дополнительным лаком должны пройти. И может получиться, что он вот такой блестящий. А в мокрой зоне он будет, ну, чуть-чуть, если со зрением у вас хорошо, он будет, ну, не очень блестящий просто. Сейчас, если вот сбоку посмотреть, видите, как он поблескивает? Первый раз, когда смотрим, что-то нравится или не нравится? Или, ну, вообще фигня это? То есть, ну, вам надо сломать свою психологию. Каферы больше не будет, а будет вот это. Я не знаю, как у вас зрение работает, это может выглядеть, как просто краской покрашено, как в советское зрение. А может выглядеть, что вау, как круто. Это уже, я не знаю, как у вас, ну, ну, ваши ощущения. То есть, если мы эту ванну оставляем, то вот эта хрень тут, с ней ты ничего вообще не придумаешь. Хуть убейся. Хотя ты, конечно, можешь типа наштукатурить ее как-то, но в итоге это такое же дерьмо и будет, если честно. А эта дырка, она вам нужна, например, для того, что здесь? Это понятно, что лучше. Но в дешевом варианте мы вот эту штуку тупо намажем на ванну. Ту дырку только единственное заделаем, и она будет более-менее. Но в дорогом все это зашиваем. Но опять, когда мы зашьем, это, возможно, будет красивее. Но если в вашей старой ванне что-то случится с сифоном, как вы туда полезете? Это будет вообще жопа. А эти же зашиваются есть. Вариант поискать дверцы, которые разъезжаются, и их обмазать опять нашей жижей, вариант был бы неплохой. Прям был бы неплохой. Так, туалет. Вы ходите по магазинам, обратите, когда они документы. Ну, я вот для себя записываю, мне это в памяти будет. То есть, как вариант, мы ищем эти дверки. Вот эта хрень вас не пугает, мы ее просто выштукатурим, делаем ровно. Ванну оставляем, все оставляем. Зеркало это делаем большое, там вообще выкидываем не нужно. Вентиляция остается там же, где она и была, она вас устраивает, да? Да, вентиляция. То есть, этой же штукой мы полотенчик вымазываем, и он серый будет на сером, он вообще будет незаметный. То есть, он свои функции выполняет. То же самое сделаем с этими трубами. Чтобы не получилось, что на новом ремонте такая срань. Он как-то будет более-менее по-дизайнерски интересный. Единственное, вот этот стояк не тронем. Он как был, так и будет. Труба здесь, и труба там, она останется. Так, смотрите, порожек, он такой, он более-менее получше будет. Вот, поинтереснее он останется. Дверь сюда открывается. И плитку мы до ванны аккуратно так доложим. А там под ней и останется вся эта история. Если у нас здесь получится сделать этот воротничок, то вообще будет хорошо. Если нет, то максимально туда засунем плиточку, как бы, да? Значит, зеркало это мы делаем. И у нас, смотрите, зеркало пойдет от края ванны. А, блин, если у вас, если мы эту штуку оставляем для ваших швабр и прочей истории, вообще бы хотелось бы зеркало от начала до конца сделать. Вы не представляете, насколько у вас здоровый он будет. Тогда вы эту шторку будете закидывать, вот смотрите, вот сюда. И эта шторка убирает всю эту хрень вашу. А вот здесь у нас будет зеркало, и это просто будет пушка. Давай так. То есть идея какая? Когда смотришь в зеркало, какой огромный санузел. И когда смучаешься сюда, чтобы сделать из этого помещения без денег. Воу, каким крутым. Вот такая фишка. Ну, я думаю, что, наверное, вот этот все-таки. Вот что вы держите, нет? Какой? Или вот этот по светлению. Или вот этот. Я могу только субъективным. Вот этот бы был прям вот топчик. Топчик. Но это он же на образце. Вы можете, возьмите его в руки, поднимите, потрогайте. Вот он, приложите к стенке, вы это и получите. Он такой и будет. Поцарапать, погрызть, постучать, поломать. Ну, все прям не стесняясь. Фишка. Смотрите, я там что фиксирую? Вот он. То есть мы его тогда берем. Вот он у нас будет. Будет. Это, грубо говоря, ну, чтобы вы понимали, в дорогих интерьерах, в богатых, вот эта штука обходится 100 евро квадрат. От 50 до 100. И у вас он будет на стенке. Но исполнение будет такое быстро, 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 за 4 дня. Но результат будет такой же, как в дорогих. Нет такого. Так, и так делаем замер. Она у нас отсюда 2 метра на 1,70. 2 на 1,70. Высота у нас 2,60. Правильно же? Так, еще раз. 1,70 на 2. И высота все-таки 2,40. Проем у нас будет 80 на 2,03. И эта стенка у нас получается 2 метра на метр. Это у нас займет зеркало. Я думаю, что может под него декор... Хотя нет, лучше под него тоже сделать декор и по факту наклеить. Так, и в итоге у нас получается вот эта точная лампочка. Мы должны сделать штроп-бичушку вверх. И поставить круглую черепашку, не бьющуюся с IP65 защиты воды. И раз пробежимся, в самом плохом варианте мы просто наносим сюда эту историю. Но попробуем найти эти шторки, которые раздвигаются, и на них же нанести сюда. Плиткой мы за половину ванны заложим, чтобы аккуратненько, не трогая эти штуки, обойти. И смотри, по статистике, по моей, не смотри официальную, 80% Латвии это беднейшие люди. А сколько тысяч у нас пенсионеров, для которых, внимание, ремонт за тысячу евро, это и материалы, и налоги, и все включено, это дорого. И ты вот должен играть в рамках там 800 тысяч евро. Ну, это иначе как благотворительность не назовешь. Это 100% бизнес. Когда ты его себе можешь позволить? Когда в зиму ты не едешь, там, куда мы-то, в Португалию, в Испанию на заработки, а решил, что я остаюсь в Латвии, тогда мы можем делать эти ремонты. И фокус, ну, мы тоже не благотворительностью, все-таки бизнесом занимаемся. Фокус и фокусировка в том, что такое ремонт где-то 4 дня. То есть ты должен прийти за 4 дня и уйти. И не забывая, что это дедушки, бабушки 80-90 лет, и ремонт в 15 дней не каждый из них потянет. Они нервничают, у них сердце, и все такое. Следующая фишка, ты не можешь брать никаких авансов. Ты должен приехать, все это сделать, и только потом попросить деньги. Это тоже специфика этого бизнеса. Люди боятся, потому что для них это последние деньги. И с их пенсии накопить тебе эти несчастные 800, там, полторы тысячи евро, это уже подвиг. Вот есть такие нюансики. Ну, когда ты знаешь эти нюансы, видел, как ты с ними общаешься, эти видеоролики помогают им, придают уверенности, что к ним не какой-то мошенник заходит. И все получается. Ну, учти, это где-то начиная с ноября по март, так и ремонт. Мы можем себе позволить, и это все-таки благотворительность. Итак, мы определились, а дальше уже встретимся на объекте. Я пошагово расскажу, как мы за 4 дня сделаем нашим дедушкам и бабушкам топовый ремонт. Всем пока!